Еще немного сведений из области тайм-менеджмента. Если в течение одного дня вы назначаете встречи нескольким разным людям, то тайм-менеджмент рекомендует не назначать встречи друг за другом без перерыва, а создавать между встречами в своем графике хотя бы получасовые перерывы, чтобы за это время можно было обдумать прошедшую встречу, спрогнозировать предстоящую встречу, позвонить своим партнерам, о чем-то договориться, чтобы быть пластичными. Если же у вас встречи идут одна за другой, то, заканчивая одну встречу, вы рискуете опоздать по той или иной причине на следующую встречу. Если первая встреча затягивается, то следующая встреча, если она идет впритык к первой, может не состояться из-за того, что вы будете долго завершать предыдущую встречу. Иногда это бывает очень важно, потому что, например, вы разговариваете с клиентом и почти достигли договоренности, но время, отведенное вами на эту встречу, подходит к концу. И если у вас впереди сразу же за этой встречей следующее, вам придется или пожертвовать следующей встречей, или остановиться в переговорах и вернуться к ним позже. И не факт, что человек, который практически согласился с вами на следующую встречу, будет также расположен с вами сотрудничать. Если же у вас между встречами есть полчаса перерыва, то вы можете посвятить часть этого перерыва на то, чтобы завершить первую встречу, договориться о том, в чем вы хотите договориться с человеком, с которым вы встретились, и затем неторопливо приступить к следующей встрече. В этом случае вы сможете зарабатывать репутацию пунктуального человека, что очень пользуется уважением в деловой среде. Итак, прием тайм-менеджмента, о котором я говорю в этом видео, назначайте встречи с перерывом между ними, если они идут друг за другом. Это позволит вам быть более гибкими и в лучшей степени распоряжаться своим временем в течение каждого дня. С вами был Антон Деркач. Если это видео интересно или полезно для вас, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, чтобы первыми узнавать о выходе новых видео. Я желаю вам удачи. Увидимся в новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok